Добрый вечер! Сегодня пятница и в эфире «Взгляд» с Натальей Букуловой. Быть прецеденту или нет – вопрос, который является темой нашей сегодняшней передачи. Вступит ли Россия во Всемирную торговую организацию? Каковы перспективы Москвы и каким будет ответ Тбилиси? Стать членом Всемирной торговой организации Москва пытается уже 18 лет. За это время Россия смогла договориться с европейскими государствами, странами постсоветского пространства и даже США. Единственным камнем преткновения и на этот раз и в этом вопросе является Грузия. Тбилиси, в свою очередь, выдвигает единственное условие для того, чтобы дать согласие на вступление России в ВТО. Это совместный контроль границ на реке Псоу и Рокском тоннеле. В Москве это условие даже не хотят обсуждать, так как совместный контроль границ в какой-то степени означает отказ от признания независимости Абхазии с Камварского региона. В ответ на требования Тбилиси в Кремле заявили, что вступят в эту организацию, несмотря на позицию Грузии. Итак, чем обусловлена такая позиция России? На этот вопрос в нашем эфире ответит вице-спикер Госдумы Российской Федерации, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но это делает руководство страны, поэтому мы вступим в ВТО в этом году или в следующем. И позиция Грузии, если они заняли такую позицию отрицательную, то они навлекают на себя большую беду. Потому что мир стоит перед большим финансовым кризисом, а возможно и перед Третьей мировой войной. События в Северной Африке показывают, что она может начаться. Это не мой вывод. Это об этом говорят в Европе и американские генералы. Потому что если в отношении Ливии будут приняты какие-то жесткие меры, это может привести к очень большому обострению. В любом случае, цель США и Израиля уничтожить Иран. А это граница с Арменией, Азербайджаном и практически Грузией. Поэтому если Грузия будет препятствовать вступлению России в ВТО, то весь грузинский бизнес в России будет уничтожен. Все грузинские воры в законе будут насильно самолетами военно-транспортными переброшены в Грузию. И вся Грузия будет заблокирована по всем границам. Морским, сухопутным, воздушным. И костлявой рукой голода Грузия будет задушена. Одну минуточку, Владимир Вольфович. А в случае ядерной атаки на Иран, миллионы беженцев ринутся на Кавказ. Мы их остановим в районе азербайджанской границы и полностью направим в Грузию. И Грузия будет сметена полностью. 10 миллионов беженцев все там как саранча вытопчат. Если Грузия посмеет какие-то ставить препятствия на пути вступления России в ВТО. Насколько сегодня реальны шансы России на вступление в ВТО? Шансы стопроцентные. Россия вступит в ВТО. Придет время вступим в Евросоюз. И создадим второй Евросоюз-2 на базе Восточной Европы, Прибалтика и наши соседи европейские. Плюсы, просто более широкие возможности для торговли, для экспорта наших товаров в любые страны, члены ВТО. Минусы то, что нам придется принять некоторые товары из-за рубежа, которые будут стоить дешевле, чем наши. И нам будет трудно устроить загранительные пути для проникновения этих товаров. То есть есть плюсы, есть минусы. Но раз весь мир вступил, то мы вынуждены тоже вступать. Но я не исключаю распад Евросоюза, распад зоны Евро и распад НАТО, и в том числе распуск организации ВТО. И создание потом, после Третьей мировой войны, новых международных организаций. Но пока мы еще до начала Третьей мировой, Россия вынуждена вступить в ВТО. Мы против. Почему бы Россия все-таки не пойти на компромиссы, допустить грузинских наблюдателей на контрольно-пропускные пункты на реке Псоу и у Рокского тоннеля? Это будет означать, что Россия отказывается от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Поэтому это она делать не будет. И Грузия все равно должна будет выбирать или резкое ухудшение внутреннего положения в Грузии, в том числе экономического, или она перестанет, так сказать, пытаться оказывать какие-либо препятствия для России. Поэтому мой совет, молча дать согласие и этот вопрос вообще забыть. Абхазия и Южная Осетия нас, ЛДПР, не интересуют абсолютно. Грузинская это, независимая это. Нас интересуют русско-турецкие границы. Да, но официальные власти России придерживаются иного мнения. Там между нами и Турцией никого не было. Ни Абхазии, ни Южной Осетии, ни Грузии, ни Азербайджана. Русско-турецкая граница. А на Западе русско-германская. Вот две границы, которые ЛДПР будет отстаивать в будущем. И все эти государства между нами, они провоцируют обострение обстановки и ухудшение положения в мире. А насколько реален вариант допуска представителей третьей стороны? Например, если от имени Грузии на КПП будут находиться европейские таможенники, по примеру, того же Приднестровья? Я не уверен. Я думаю, что позиция руководства страны жесткая в этом вопросе. Здесь никаких изменений не будет. А Россия через Америку или какую-то другую страну найдет рычаг воздействия на Грузию такой, что все вопросы будут сняты по проблеме вступления России в ВТО. И любые варианты все будут отвергнуты. Лучше в этом направлении не идти. Иначе Грузия может потерять очень-очень много. В том числе и Саакашвили потеряет свою власть. Некоторые в Тбилиси считают, что Москва словами Геннадия Онищенко о допуске грузинских вин на российский рынок выкидывает белый флаг перед Грузией, от которой зависит вступление России во Всемирную торговую организацию. Что бы вы сказали по этому поводу? Никакого белого флага нету. Не надейтесь. Ни перед кем никогда мы не склоняли голову. Перед нами склоняли голову все великие державы. И Китай, и Япония, Германия, Франция, в том числе и США. А допуск вин, я думаю, что здесь проблема в целом общая. Мы прекращали допуск на наш рынок любых товаров. И из Молдавии, и из Белоруссии. Поэтому прямой связи с отношением Грузии, вступлением в Россию в ВТО и проблемами, связанными с каким-то экспортом в Россию, я думаю, нет. Рычагов достаточно у России, чтобы повлиять на Грузию и получить от нее нужное для России решение. С винами, без вин, с таможней, без таможней. Решение будет найдено. Об этом договорятся в Вашингтоне и в Москве. В Брюсселе и в Китае, в Пекине. Только четыре столицы в мире. Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин. Все. Четыре столицы. Больше никто ни на что влиять не может. И лишний игрок в международных отношениях. Четыре столицы всегда договорятся. Обама, представитель Евросоюза. Медведев, представитель Китая. Все. Они вчетвером договорятся. При этом китайцы приедут в Москву, согласиться с позицией Москвы. Европейцы приедут в Москву, согласятся с позицией Москвы. И американцы приедут в Москву, как Байден сейчас был. И обо всем договорятся. Проблем нет. Все решают только четыре столицы. При этом Вашингтон не имеет будущего. Америка искусственного государства рухнет. Европа старая, так сказать, уже континент, который никакой роли не играет. Китай на пороге взрыва. И остается космическая держава Россия. С огромными деньгами, ресурсами и новым оружием, о котором еще никто не знает. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут. Ни одного взрыва, ни одного, так сказать, всплеска, там, луча какого-то лазерного, там, молния. Нет, тихо, спокойненько. Целые континенты будут спать вечным сном. А может вы нам подробнее расскажете, как вы собираетесь это делать. Все остальное. Вот цунами сейчас в Японии. Вы курилы хотели? Вот вы будете разбирать обломки всех ваших зданий. И сдохните все 120 миллионов, если вы еще потребуете курилы от нас. Так и все остальные пусть подумают о своем будущем. О своем будущем пусть думают. Тоже мне еще грузинские вина и там какие-то наблюдатели. А не хотите, чтобы забыли слово Грузия в мире? И будет русско-турецкая граница. Вот подумайте, пускай Саакашвили, об этом. Тут цунами будет другое. В другой части Кавказа. Все? Спасибо, Владимир Вольфович. Вы, как всегда, прямолинейные и были достаточно агрессивны. Впрочем, может, мне это показалось. До свидания.